Аминь. Слава Господу, братья и сестры. Рад, что мы находимся тут, в Божьем территории, на Божьем месте. Ибо люди, которые имеют и которые, слыша, получили дар спасения, родились, слыша, и отримали Духа Святого тех людей, и их внутренность, она влечет их к Господнему. Помышлять о Господе, быть там, где Божье, участвовать в Божьем, помышлять, воздавать хвалу Богу. И Господь на этом месте, и Господь приготовил нам обновиться, приготовил нам силы. Мы их приняли, и обновились, и укреплялись. Для этого мы ходим на собрания. Слава Господу, я рад, что Господь меня употребил у вас здесь, когда мое пребывание. Слава Господу, Бог меня наполнял. Я служил словом для вас. Меня ждут скучать по мне братья и сестры благодарения. Бог поставил меня быть для них пастором. Вот тут я был, как просто вас, как брат. Я служил. И сегодняшнее слово, тоже буду вам казаться слово, то, что Господь положил мне на сердце для вас. Я верю, что, что Господь вам еще определил служение. И, как бы, есть такое, как бы сказать, что, как бы, готовиться к переходу. К переходу. Но я верю, что вы еще будете жить и служить Господу. И Господь для вас приготовил еще труд. И Господь имеет для вас усилия, силы, обновления. И это очень, мне очень радует, когда я вижу, я видел свидетельство такое, по видео, как старенький дедушка, уже пожилой, возраста, брата Федора, такой худенький, щупленький, горбатенький. И он не помышляет о переходе, а помышляет о служении Господу. И он стоит на перекрестке, там где-то, он за границей. Как-то набережная, много людей ходит. И он стоит и проповедует. Такой у него микрофончик, такой, как маленькая колоночка, усиливающий голос. Но я слушал его. Он проповедовал на английском языке, ну, на иностранном языке. Но я по духу слышал, что сила Божия. Но когда ты проповедуешь, то сила Божия сходит. И он не помышляет о переходе. Как-то надо уже умирать там, или готовиться к себе. Я знаю, что в такой возрасте есть и болезни. И он их, может быть, и на них не мани, их не лелеет, а укрепляется. Я знаю, что это мы познали все-таки благодарение. Я, брат Виктор, когда мы служим на улице, то Божия сила сходит на тебя. Это сто процентов. И по этому свечу брат Виктор, когда он второй раз проповедовал, что сила Божия в него сошла. И он об этом говорил, что сила в меня сошла. И когда мы служили, и Бог его укреплял, что многие не болели. И это место есть, это место служения, есть место укрепления и обновления. И я верю, что этот дедушка, он принял и к себе это слово, что в насажденном доме Господнем они в старости и свежи, сочны и плодовиты. Для того, чтобы возвещать, что правый день Господь, твердыни мои, нет неправды в нем. И это слово, оно исполняется в жизни этого дедушки. И я верю, что каждый человек, который в Господе, в Господа есть силы. И это место его, чтобы он становился там сочным, благобятой силе, была сила, которая действует через нас, она нас укрепляет. Она нас обновляет, освежает, делает свойствами плодовитыми. И слово, которое положил мне Господь на сердце, я его назвал Божья территория. Есть Божья территория для нас, друзья. Хочу начать со слова Божьего по велению призыва Господним. Это я буду сейчас посчитать Евангелие от Люки, 9 главу, 23 стих. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. И на протяжении всего Евангелия, всех Евангелий, звучит это призыв Господа. Следуй за Мною, отвергни себя. Многообразно это Господь про это говорит. Есть повеление Господа, т.е. следовать за Христом. Господь дал нам пример, служение. И Господь дал нам повеление для служения, друзья. Я хочу вам также напомнить и повеление Господа. Это Деяние, откроем Деяние, 1 главу, я буду читать с 7 по 8 стих. Его ученики спросили, спрашивали его, говоря, не все ли время Господи восстанавливать, что церковь в Израиле. Он рассказал им, не ваше дело знать времена или строки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. И Господь нам говорит, и Он ответил, что не ваше дело знать, только у нас есть много вопросов, но Господь в этих словах говорит, чтобы мы сосредоточили свое внимание на Его воле для нас, на Его поделении для нас и для Церкви Божьей, которая на земле. И для того же и вашей Церкви есть Божья воля, так и Господь есть видение и объем работы в Господе, для Церкви Благодарения, где Я служу. И так же самое для вас есть. Там же я верю, что Господь, кому это еще не открыто, то откроет. Также хочу напомнить, что Господь повелел от Матфея. 28 глава, последняя. 18-20 стих буду читать. И предлижившись, Иисус сказал им, дана Мне всякая власть на небе и на земле. И так идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учаясь соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. И тут Господь в этом Евангелии напоминает, Он повелевает, что идите, то есть задан Мне всякая власть, чтобы Он упаломочен. И так сказал, идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что Я повелел вам. И Господь нас уверяет, что Я с вами во все дни до скончания века. Потому что Господь повелел идти и проповедовать, возвещать весть о Евангелии, о спасении, о том, что Господь совершил этот подвиг, заплатив за нас кровью на кресте Голгофа. Также я открою Луки 24 главу, это последняя, остальная глава, 44-53 стих буду читать. Я записываю главу, я Аля, спасибо. Аминь. И сказал им, вот то, о чем Я говорил, еще был с вами, что «наблежит исполниться всему, написанному о Мне в законе, Моисеевом и в пророках, и в псалмах». Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им, «Так написано, и так однаждало пострадать Христу и воскреснуть измертвых в третий день и проповедовало быть во имя Его покаяния и прощения грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же освидетели всему, и я прошу и готование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не влечетесь силой свыше». И вывел их вон из города до Вифании и подняв руки свои, благословили. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и вертились в Иерусалим с великой радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. И тут мы видим в этой Евангелии, что Господь дал им повеление, чтобы они служили и были, прежде всего, свидетелями. И Господь отверз уста, так же, что отверз разум, как в основании Писания, так же и нам, Дух Святой, открывает, друзья, понимать Писание. И когда мы сердце своё отправим для Господа, то Господь нас обновляет. Мы отправим только Господу в свои двери своего сердца. Я хочу еще раз об этом напоминаю, что нужно только Господу открывать двери своего сердца, чтобы погода в нашем сердце была только от Духа Святого. Бо мы видим и военные страхи, то, что происходит сейчас уже, и нагнетание, этого, которое сейчас происходит у нас тут, здесь, в Донецке. Нам не нужно открывать этому нагнетанию сердца, чтобы мир наш сохранялся, друзья, и Господь имеет для нас охрану и защиту, друзья. Так же я хочу засчитать Марка, друзья. Марка, 16 глава, остальная глава, друзья, 15 по 20 стихи буду читать. Какие стихи? С 15 по 20. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверевавшим же будут сопровождать все знамения, именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что, смертоносно выпьют, не повредит им, воздушит руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь, друзья. И тут Господь еще более четче нам дает поверение, чтобы и шли проповедовали по всему миру и Евангелие всей твари. Но Господь дает употреблять по силам каждого человека, каждого сердца, каждого церковь. И кто-то служит уже, Господь посылает и другие народы, и здесь тоже, и для каждого есть по силам служение. И это поверение Господне это есть территория. Их исполнение они состоят из каких-то действий, каких-то событий, каких-то временных сроков. И в совокупности это поверение и его исполнение это как территория, в которую человек входит, идя за Христом, и исполняет Божью волю. Очень важно входить на эту территорию и, когда мы обмавляемся разумом, преображаемся в познании Божьей воли для нас, и мы как раз входим в эту территорию и отделяемся от этого мира, от мышления, от этого мира, ментальности, входим в эту территорию и там служим. И очень важно находиться на этой территории. И когда ты вошел в эту землю служения, ты идешь, исполняешь Божью волю, и ты себя исследуешь, друзья, и все оно начинает исполняться, и действенно становится, когда ты уже вошел и следуешь, и идешь. Тут очень важно быть в этой Божьей территории и совершать служение, совершать земной путь, ибо, исполняя это, мы и обновляемся, и укрепляемся, и освежаемся, и есть, будучи участниками Божьих дел, мы также нам дана честь и видеть и Божью славу. И это вот, мы есть и свидетели, и мы об этом и свидетельствуем в нашей жизни и что Господь делает. И у каждого из нас есть Богу хвала, и у каждого из нас есть свечения, что Бог, как Бог себя явил в нашей жизни и воздаем Ему хвалу за это. Я хочу сказать, что Церковь Божия это и есть святильник, который горит, и тот огонь, который есть в Церкви, Он себя являет, друзья, через дела, через посвящение, через детей даже. Если огонь Божий горит в сердце и огонь Божий горит в Церкви, то этот огонь это Божье посвящение, это жажда, это миссионерство, это жертвенность ради Божьих дел, у людей их участие, этот огонь это ревность, она передается и передается в детях, друзья. И чем сильнее этот огонь и его сила, то оно дальше передается в поколениях. И можно видеть, угас огонь или не угас, и какой огонь горит в Церкви, друзья, это видно по молодежи, если посвящение Богу оно передается или не передается, или люди живут для себя только. Тобто и когда Божий Дух уходит, сила Божия уходит, почему он уходит? Потому что Дух Святой имеет желание и волю употреблять, и это благо для нас быть используемым Богом, это для нашего здоровья духовного и физического. Вот тот, кто употребляемый Богом, тот освежается, тот и свеж, и сточен, и плодовит. И свечет, и слава Божия, восходит и является в жизни такого человека, невзирая на возраст, друзья. Я хочу напомнить то, что я уже говорил, это Ветхий Завет книга пророка Осии. Четвертая глава, шестой стих. Я уже приводил вашу церковь к этой мастер-писанию. Истребен будет народ мой за одиннадцаток ведения, так как ты отверг ведения, то и я отвергну тебя от священодействия передо мной, и как ты забыл закон Бога Твоего, то и я забуду детей Твоих. Что это значит? То есть Бог, Дух Святой, имеет призыв к человеку. Также самое ясное в своей жизни услышал этот призыв, когда я работал менеджером, у меня был такой перерыв большой, я работал менеджером по продажам в фирме и разведения, что я стою как ниже перед собой тех самых ребят, боксеров, которые в 19-ом году, когда я выходил перед ними из Библии и говорил им о пути Божьем. И они так стоят передо мной и как будто такой вот такой голос от них, как бы, вот, ты нам проповедовал о Господе, а мы что, а мы грешнее тех людей, которые вокруг тебя, что ты что-то им не говоришь. Это так меня сильно облегчило, я как бы вот, и после этого так совпало, потом я начал служение благовестия, вышел с рупором, красный день благовещения так получилось, слава Богу, началось служение в день благовещения. Такое было мне облегчение, друзья, вот, почему ты, что тут грешнее нас, что ты только нам проповедовал, а они что. Поэтому я так, это облегчило для меня, это был Божий призыв, и началось мое служение, когда Бог начал меня употреблять. Так же самое, а если человек этот призыв отвергает, он может быть разный, у каждого из нас есть свой план для Господа, и если Господь отвергает, если человек игнорирует, то Господь уже один-два раза говорит, кто может не говорить, не обращается, и отходит, Бог уже его не употребляет в служении. А если человек, есть еще такая мерзость перед Духом Святым, когда люди оприкрываются своими детьми, когда Божий Дух говорит, что надо служить, ехать туда-то, а человек начинает оправдываться своими детьми, что у меня 20 детей или 10 детей, а как же я брошу их? А также самое, есть такое тайное в сердце, когда люди специально, чтобы укрыться от Господа, стараются быстрее много детей сделать, чтобы им прикрыться, это есть пагубное мышление, это тайное в сердце, это мало кто об этом говорит. это внутри человека, когда не будет такого человека благословения, и он своих детей не спасет. И когда человек отвергает Господу Божью волю, придет в Божию куда-то ехать, служить, невзирая, есть дети, нет детей, для нас Бог дал пример, и когда тот-то стал Господа выше, и детей, и семьи, и когда человек отвергает, то написано, что и я, и как ты забыл Бога от твоего и от сверхведения, то я забуду детей твоих, только не будут огонь детям предаваться, дети будут жить только для себя, будут ездить по Америкам, по Европам, зарабатывать деньги, ищая оправдания, и Божьего огня не будет в них в сердце, не будет в них в сердце Божьего побуждения, не будет в них в сердце стремление, они будут в сердце жан доехать на край земли проголосить Евангелия другим народом, они будут заслужить своему народу, совершать служение, поддерживать служителей, не будет у них это, у них будет желание только жить для себя, это есть исполнение этого слова, когда, когда, я верю, что Господь имеет, и Божий огонь, он будет не угасать, он будет наоборот воспламеняться и в вашей церкви, что я желаю и для церкви благодарения, и для других церквей в Украине, и Господь еще есть время, чтобы покариться, чтобы идолов своих сердец убрать, сердце свое обратно, вернуться к Господу, и Божья слава тогда будет явлена, я не верю, что Господь милостив, Божий огонь будет гореть и будет передаваться, будет им видно, ибо когда большая церковь, сколько там, ну, человек, тысяча, двести тысяч человек, и когда нету ни того в городе проповедующего, это знак вопроса, когда большая церковь, а мало кто едет куда-то на миссию, церкви открывать, или, сужение, другим народам, тоже это знак вопроса, к тому светильнику, правильно ли горит огонь в этой церкви, или он стал теплым, так же самое мы видим в откровениях, когда Дух Святой в Господь обращается к церквам, чтобы поправились светильники, это для нас вызов, ибо если не будет огня этого, то Господь будет, если нету проповедующих в городе, это показатель, если живой церкви, в то время, когда нету запрета проповедовать, а люди игнорируют, не проповедуют, слава Господу, что Господь дал милость нашей церкви благодарения служить, и проповедовать и в Киеве, на улицах, и так же других народов, как я был по славскению, и это будет продолжаться, ну, и слава Господу, потому что я бы дорожил церкви благодарения тем огнем, который есть, вот, но это, это жертва, благополучие, жертва работой, приходится жертвовать этой работой, и достатком, какими-то планами, ради планов Господня, но планы Господня, они права превосходнее, вот, все, что тут мы имеем, человек, это как прах, на траве, прах на траве, прах, который, трава улюдает, и все ее нету, и, и люди, которые, не вкладывали в Господнее, не, не, а приготали себя, вкладывали, в жительницы небесные, когда, придет он и день, они будут чувствовать голыми, и пустыми, что они жизнь прожили в пустую, не в Господа богатели, а в земное богатели, и, чтобы это избавить, нужно отмолиться, хоратайствовать, и, и, в своем сердце, ревновать, чтобы огонь Божий передавался, и был, горел в церкви, и передавался также детям, чтобы из церкви выходили, из церкови посылало, и взращивало миссионеров, служителей, и огонь Божий передавался молодежи, и это показатель силы семени, когда этот жанр, она в поколениях двигается, в одном поколении, служителя, в третьем, четвертом, пятом поколении, это показатель силы семени, силы соли, когда семя угасает, или огонь угасает, тогда оно прекращается, уже не видно, чтобы церковь может расти, как храм, умножать свое богатство, блеск умножать, но нету блеска Господнего, а блеск Господнего, это одежда ревности, служения, посвящения Ему, жажда миссионерства, жажда благодетельствия к народам, благодетельствия и своему народу, и еще народу, это есть тот блеск Божий, который есть одежды, настоящие служения, слава Господу, но Господь иметилась, слава Господу, Благоподь имеет милость к нам, я рад, что Господь уложил это слово, высвободить его, оно было озвучено, слава Господу, я совершаю запись, и будет выставлено, это тоже, слава Господу, вы, братья, просили, чтобы я записывал, то, что я проповедую, интересно слышать, слава Господу, я рад тоже, что Господь дает слово, и давал слово, начиная с этого года, для вашей серии, и специально, Господь меня наполнял, и я рад, что Господь использует, и одержу этим огнем, и ревностью, под Господом, Божьим планом, и в этом есть жизнь, друзья, там, где посажено твое сердце, там, где посажено твое сердце, то будет явлено, у тебя в жизни, в твоих делах, если сердце посажено в земном, то ты будешь, это земное, тебе будут, ноги твои будут бежать, исполняя, и земное приобретая, а если сердце посажено в Господнее, то ноги твои будут тебя влечь, влечь, и ты будешь стремиться бежать, и в Господнее исполнять, и поэтому мы видим, и люди не прикроются своими там богатствами перед Господом, или же чужим авторитетом, каких-то помазанников, ставь возле них, оно не прикроет тебя, аминь, братья и сестры, я думаю, будем молиться, чтобы Господь нас, благословил нас, чтобы мы ревновали, чтобы огонь Божий, он не угасал, наоборот, умножался, и захватывал наше сердце, это жажда, она, чтобы передавалась и не только нам, но тем, кто Господь дает, чтобы в поколении передавалась, детям передавалась, чтобы дети жертвовали, и ревновали, чтобы не было такого, чтобы церковь превратилась в музей, музей истории христианства, где в сердце лелеет то, что когда-то было этим жить, Господь сейчас имеет труд, сейчас Он действует, нужно быть с Господом, и Господь, главное поверить в сердце это желание, чтобы оно было, оно действовало, Бог себя являл, и Господь благословит, ибо это желание угодно Богу, и оно от Господа, главное, чтобы человек позволил Духу Святому, чтобы это желание, оно в сердце было посеяно, и открыть свое сердце этому желанию. Слава Господу, будем молиться. Аминь.